Всем привет, с вами Слава Игрушкин и сегодня я буду вертеть эту прекрасную машину из магазина FixPrice. Обзор барби шарнирный из FixPrice набрал очень много просмотров и я подумал, что да, классно что-нибудь еще оттуда взять, но взять было совершенно нечего. У нас есть русалочка, скучная очень, был пупс, пупсы были еще более страшные и пугающие. Одежда на них, все дела, какие-то аксессуары, чайные наборы, которые и так налево-направо продаются. Тут мне в комментариях говорят, что в FixPrice есть еще машина для барби и она тоже стоит 100 рублей, 99 рублей, как и сама барби. Я такой подумал, что машина для барби, в смысле какая-то прям машина для барби и да. Я пошел в магазин, смотрю на игрушки, в упор не вижу эту машину, потом замечаю у двух девочек в корзине вот такую точно машинку. Понимаю, что где-то она есть, потом наконец нахожу, стоят ярко-розовые ядерные такие машины, за ними стоят еще пиолетовые, очень яркие, тоже насыщенные. Мне это все не нравилось, мне хотелось машину как у тех девочек и я откопал рядом еще вот такие машины. Сразу хочется сказать о выборе, когда я выбирал, была одна розовая, у нее вот здесь вот так вот очень сильно было все и царапано, то есть видимо от хранения или чего, но было стремно. И у одной машины, которую я взял сначала, не было зеркала. И естественно я взял другую, которая обоглядела хорошо, я взял именно этот цвет, потому что он очень-очень такой красивый, немножко вот этот кажется сейчас персиковым из-за освещения, но на самом деле это более такой розовый. Может я сейчас попробую изменить настройку. Вот, наверное, это более близкий цвет, хотя тоже не совсем, потому что машина такая более фиолетовый, более такой лавандовый, я бы даже сказал. Очень красивый цвет, с розовым сочетается. Что же мы имеем, по сути? На самом деле эту машину мы могли уже видеть у Барби, где есть даже сбоку знаки B, они как бы изменили, но по сути знаки-то остались. Я всегда считал ее достаточно простой, она такая уменьшенная, компактная очень. В реальной жизни вы такую машину вряд ли встретите по размерам. Но, как игрушка, как игрушка за 100 рублей, я лично вообще от нее в восторге, потому что вот в отличие от прошлой Барби, здесь как бы вообще придраться ни к чему. Эта игрушка из твоих денег стоит, я бы ее реально всем рекомендовал, именно как игровой вариант. Мне очень понравилось, мне нравится качество пластика. То есть это вполне плотный, не разваливающийся какой-то хрупкий пластик. Это такой нормальный корпус, который должен выдержать игры. И как бы, вот по сути, здесь вот два болтика. В принципе, больше ничего такого сложного в конструкции нет. Колеса крепятся, как видите, вот такой разъем, то есть они просто защелкиваются. И мне кажется, это очень простое, но очень эффективное и очень рабочее крепление. И оно не должно как-то сломаться во время игры, какие-то сложности с какими-то мелкими детальками, как вот у меня было с одной прошлой машиной. Мне кажется, эти колеса выдержат игру, но я не знаю, конечно, насколько это все в реальности. Дальше, что мне понравилось, два вида пластика. Розовый и фиолетовый, лавандовый, скажем, у этой конкретно машины. Были другие цвета, выбирайте на свой вкус. Но это такой розовый. Ну, колесики вот так болтаются, конечно. Но это вообще, вообще не проблема, это так, я к слову. А то некоторые тут в прошлый раз говорили, что я жалуюсь, типа, что у Барби за 100 рублей нет грудного шарнира. Нет, я не жалуюсь, я просто обсуждаю с вами то, что вижу. Смотрите, какой красивый силуэт. На самом деле, у нее достаточно красивый силуэт. И сбоку, и сверху, как-то так спереди. И сзади мне очень нравится. Все так стильно, компактно. И это чисто визуально даже. Дальше фары все у нас наклейки, конечно. Здесь нет никаких пластиковых вставок с прозрачными фарами. Но больше, в общем-то, не надо. Главное, конечно, это все не мочить, я думаю. Но вот эта наклейка у одной машины была вот так тоже отклеена. Я взял все-таки, чтобы все было на месте. И мы, наконец, видим, так как у нас нет упаковки, вся информация только вот здесь. Play the Game. Это бренд, который используется в Fixed Price. Вот, опять же, все напечатано. Цена товара 99 рублей. Машина для куклы. И как бы Fixed Price.ru. Это все делается для Fixed Price по заказу, поэтому и цена ниже. И, кстати, вот мне нравится количество элементов. То есть можно было не делать вот эти трубы, но они вот сделали, что эта часть выходит здесь в виде труб. Они могли не делать вот какие-то вот такие вещи, типа угловые зеркальца. И что интересно, они изначально были вот так вот собраны. Как у машин, знаете, сейчас при парковке очень удобно они фиксируются. Но прикол в том, что как раз, когда я выбирал, одного зеркальца не было. И их очень легко вынуть. У них нет никакого крепления. Просто они штырьком, за счет трения, держатся без защелкивания. Поэтому с этим будьте аккуратнее. Лучше, конечно, взять как-то зафиксировать. Снять, нанести клей туда. Потом вставить, зафиксировать в нужной позе. И дождаться полного сцепления. И уже как бы не бояться потерять. А также из элементов мне нравится руль. И он крутится. На самом деле, конечно, колеса он не прокрутит. Но элемент хороший и выделяющийся. И функциональный визуально. Также на панели здесь проработано более-менее что-то. И сама панель здесь фактурирована. Она с фактурой такой, знаете, потрескавшейся. Как кракелюр. Вы должны знать, что это значит, наверное. И также такая фактура есть на сидушках. То есть не просто блестящий пластик. Он именно немножко такой местами обработан. Такая матовая поверхность. Мне это нравится. А еще мне вот здесь нравится, знаете, что... Что вот идет форма и она закругляется. И здесь идет форма и она закругляется. Как бы и закрыта. То есть не торчит здесь край, прям, знаете, вот просто вот так обрезали и так вмятина внутри. Нет, они все так как-то обработали, что никуда ничего здесь не видно. Единственное, что мне здесь не нравится в исполнении, это то, что нет боковин у дверей. Это голая конструкция, не скрытая ничем. И как бы можно было, на самом деле, здесь какой-то розовый элемент сделать именно внутреннюю часть дверей. Но это единственное, не проработка. И да, вы мне говорите, что за 100 рублей как бы это нормально. И я говорю, да, за 100 рублей это нормально. Но красивый рельеф. Есть рельеф даже бензобака, ручек. Действительно, здесь он не совсем проделан. Но это как бы вообще кому это надо. Здесь тоже поглубже. Здесь уже полегче такой рельеф. Даже дно у нее такое фигурное. Здесь такая, вот так оно идет. И вот так вот все. А, придираться не к чему. То есть вот здесь болты идут у нас. И в остальном все держится как бы на себе. А, что мне еще нравится очень. Это стекло. Оно очень прозрачное. Пока вы его не сцарапали. Оно действительно прозрачно. Мне это нравится. Могли его вообще не делать. Могли сказать. Вот нам кусок пластика. И, например, в российской какой-то машинке, да, вот подобного. Типа за 500 рублей. Стекла никакого нет имитации. Здесь же стекло есть. Оно тоже вот так вынимается. А здесь на самом деле как раз те крепления, которые легко сломать. С маленькими, видите, зазубринками. Ну, треугольничком здесь выступ такой. С этим вот надо поаккуратнее, в принципе, да. Но, опять же, все это приклеить не составляет труда. Вытащить, вставить. Ну и самое-то интересное, как в нем сидят куклы, наверное, в этом кабриолете. И вот у нас, скажем, есть первый попавшийся под руку куклы. Простенькая Барби. Да, шучу. Шарнирная Барби. Она влазит в машину без проблем. Кладет руки на руль. И едет на тусовку веселиться. Или за ребенком в школу. Уж я не знаю, кто у вас ваша Барби. Вот есть, например, куколка на теле скиперт. Голова подделки. Так, ноги, ноги. Очень в растопырку у нее. Но мы все равно можем тебя посадить. Вы знаете, я сразу вспоминаю песню. Эту Барби Герл. Где они там имитируют Барби жизнь. Но она также чудесно сидит. Ноги у них влазят под капот. Хотя, ладно, вы будете начисто на голое. Возьму сейчас одетую. Вот, скажем, Тора Чирлидер. У нее есть дополнительная сложность в виде хвоста. Но с хвостом она сидит нормально. Руки на руле, я думаю, она сможет положить. Ее еще такой жест. Рук. Как бы кого-то действительно держит руль. Че, кого? Щенки, оставайтесь. Я поехала, туси. В принципе, как бы вообще. Мне очень нравится эта машина. И кому так? Для интереса за 100 рублей-то. Кому играть? Это чудесная игрушка. Правда, ремней здесь нет, к сожалению. Это, на самом деле, мне кажется, многие игрушки бы не прошли оригинальные. Что здесь нет ремней. Потому что, если у вас кукла с роликами, сразу говорят, срочно ей нужен шлем. Ей нужны наколенники. Как-то было с новой Барби Метамуф. Если это кукла на велосипеде, опять же, шлем. Если это машина, то, скорее всего, люди бы требовали, чтобы были ремни. Но это смешно. Даже на скутерах, кстати, у меня есть ремни, которые безопасности. А здесь нет. Кстати, даже на поддельном одном скутере у меня тоже есть ремень безопасности. Здесь его нет. Так что, или вы придумываете его сами. Каким-то образом приклеиваете. Либо вы поддвигаете опасность и принимаете жизнь ваших кукол. А вдруг авария? А вдруг она, знаете, вылет через лобовое стекло. Сидение водителя самое опасное. И это спорткар. То есть, она может двигаться очень быстро. Поэтому не забудьте, что, как бы, типа у вас ремень. Придумайте, фантазии у вас хватит. В общем, я просто говорю вам, вы, когда садитесь на передние места, это точно. Потому что вас оштрафует, если вы ремень не застегнете. Мне вот сказали один раз, я всегда, всегда ремень застегиваю на первом сидении. И вам советую. И вообще не ходите на светофоре на красный цвет, даже на зеленый. Смотрите по сторонам. Потому что вот такие вот очумелые девочки. Катаются мальчики на своих машинках. И не всегда смотрят, что делают. А, в общем-то, я не знаю, вам стоит ли объяснять, насколько хороша эта машина. Чух-чух-чух. Сам бы играл ей в детстве, наверное, активно. Она, ну, то есть, понимаете, мне всегда хотелось, как бы, функционально, чтобы кто-то мог сесть в эту машину. Не просто, вот, как бы, машину без водителя и что с ней. Типа, ага. Короче, вы уже поняли, что вам нужно было понять. Я рассказал, что хотел. Ну, я даже не рассказал, всем пофиг. Это, короче, машина Fixed Price 99 рублей. Всем спасибо, что смотрели это видео. Вы очень большие молодцы. Пока-пока.